Добрый вечер всем. Наша недельная глава ТИЦАВЭ, глава Захор. Я думал поговорить о Захор, но в конце концов я поговорю о ТИЦАВЭ, а точнее соединю все, что связано с Мишканом. Придем к некоторым вещам, которые касаются и нас. Потому что у нас очень интересный момент. У нас по-настоящему главы ТРУМА, ТИЦАВЭ и КИТИСА, то есть сейчас три главы подряд, они в принципе так или иначе посвящены заповеди строительства Мишкана, переносного храма в пустыне, который будет базой и местом, где будет Всевышний обитать, будет присутствовать Ушкина. Как мы уже читали, ТРУМА, ВИАССУЛИ МИГДАШ, ВИШАХАНТИ БИТУХАМИ, СДЕЛАТЬ МИЯ СВЯТИЛИЩЕ, И БУДУ ОБИТАТЬ СВЕДИНИХ. По-настоящему это заповедь, то есть можно разделить на две части. На базе чего можем разделить на две части? На базе двойного повторения фразы о том, что Всевышний будет обитать. Дело в том, что стих в нашей главе, в конце нашей главы, сейчас я открою, пять секунд, в конце нашей главы сказано следующее, почти в конце нашей главы, там идет следующим образом, то есть, да, сказано так. Так, и освящу шатер соборной жертвы, это закрывающая вроде тему, и Аронов, и сыновей его освящу, чтобы священнослужить и выставать мне, и буду обитать в Визитиме в Израиле, и буду им Богом. И познаешь, что я Господь Бога, который вывел из земли Египет, когда бы обитать среди них, я Господь Бог их. И сделай жертвенник для сжигания курения, из дерева шитим, сделай его, и локоть длина его, и так далее, и так далее, обложи его золотом, и два кольца, и сделай шестые, и так далее, и так далее, и поместил перед завесой, который перед ковчевым, против крышки, который на откровении, где я буду являться тебе. Окей, первая часть, в принципе, заповеди начинается действительно между упоминаниями о том, что Всевышний будет обитать в начале главы Трумы, и о том, что он будет обитать среди нас, и будет говорить с нами, то есть, с Моше, Робейну будет говорить через, внутри соборного шатра, и так далее, в конце главы Титсавы. И, в принципе, о чем они говорят? Они говорят о подготовлении, которое требуемо, очень важные, для того, чтобы шхена Всевышнего опустилась в стан народа Израиля. Вторая часть, которая, начиная с 30-й главы, то есть, да, в принципе, конец уже главы Титсавы, переход на главу Титсавы, занимается, в принципе, что требуется из-за этого присутствия. И мы займемся первой частью, потому что у нас между главой Трумой и Титсавы, и у нас там есть очень интересная вещь. Самую первую часть заповеди, то есть, да, где идет заповедь о том, что нужно приготовить, что очень требуется, что нужно важно приготовить для того, чтобы шхена обитала, можно разделить на две части, причем эти части красиво делятся на главу Трума и главу Титсавы. Это части заповеди, потому что глава, которая говорит о мешкане, о самом переносном храме, о его утваре, то есть, убранству и так далее. Это, в принципе, глава Трума вся. И вторая половина – это глава Титсавы, которая занимается в основном кем? Коинами. И действительно, это явно видно в стихе, который мы сейчас привели. Смотрите, что там сказано? Сказано, Еще раз, я прочитаю это по-русски, сейчас откруду назад. Я свечу шатер соборный, и жертвенник, и огородный сыновей свящего, чтобы священнослужить мне, и буду обитать среди сыновых Израиля, и буду им Богом, и познают они, что я Господь Бог, который вывел их из земли Египет, когда обитать среди них, я Господь Бог их. То есть, у нас есть первая часть, которая говорит о шатер соборный и жертвенник, глава Трума, и вторая часть, я буду открывать, и огородный, то есть, я свящу, то есть, и жертвенник, и огородный сыновей его. То есть, в принципе, это то, что описывается у нас в главе Титсавы. Теперь, мы попробуем разбираться две эти части, то есть, главу Трума уже разбирал и так далее, нам очень важно увидеть вот эту вот разницу между Мешканом и его убранством, и между Аароном и его сыновьями, и освящением их, которое говорится в главе Титсавы. Дело в том, что мы увидим, что есть тут разница не только техническая. То есть, это не техническая между стройматериалами или посудой и так далее, или всевозможными предметами служения и людьми. Тут есть намного больше, чем техническая, а точнее задачи, для чего действует, для чего работает Мешкан, и для чего есть освещение коинов, и в чем их задача, и в чем цель. А потом из этого, может, мы увидим, как это работает и с точки зрения служения Всевышнего в нашей жизни. Итак, начнем. Итак, тут есть очень интересная вещь, что такое Мешкан. Мешкан, в каком-то смысле, мы увидим сейчас, что это то, что называется параллель горе Синай. После то, что называется церемонии союза, которая происходит в конце главы Мешпатим, Мушер Абейну возвращается на гору, то есть на гору Синай. И несмотря на то, что мы уже много раз слышали, прочитали в главе и Тро, и так далее, как Всевышний спускался на гору, и все эти разные проявления, что гора покрыта дымом, и пламя, и так далее, и облако покрывающее. Все равно в конце главы Мешпатим Тора снова повторяет это описание, говорит. И в принципе, можно объяснить повторение фразы, которая также была в главе и Тро, он в главе Мешпатим, потому что впервые в Торе появляется корень Шин Кафнун, то есть по этому поводу Шахэн, то есть Лешкон, обитать. И это в принципе придет к предисловиям поднятию Мушер Абейну на гору Синай для того, чтобы получить заповедь о строительстве Мешкана, как это объясняет Рамбан, например. Рамбан считает, что Мушер Абейн поднялся на гору для того, чтобы получить заповедь строительства Мешкана. И там явно уже есть параллель между Мешканом и горой Синай. Но в продолжении мы видим очень интересную вещь. Есть явная параллель между описаниями, как Всевышний опускает свое присутствие в храм, в Мешкан, и как он проявляется на горе Синай, как там. То есть опускается его слава и его величие Всевышнего и раскрывается там. Это мы видим очень красиво, это раскрытие как между главой Мешпатим, так между концой книги Шмот, то есть глава Пикудей, и главой Шмени в основном. То есть Шмени, это уже мы знаем, где находится в главе книги Воикра. У нас очень интересная вещь. Смотрите, я вам специально прочитаю на видео, чтобы вы услышали, как оно звучит, и услышали, как явно там раскрывается гора Синай во всем этом проявлении. То есть есть параллели между Мешканом и горой Синай. Смотрите, в главе Мешпатим сказано. То есть, да, и опустился, то есть начал присутствовать великолепие Всевышнего на горе Синай и покрыл его облако. Смотрите, то есть в главе Пикудей, когда описывается, как Всевышний спускает свою шкену на построенный Мешкан. То есть, да, и покрыл облако шатер соборный, и великолепие Всевышнего наполнило Мешкан. То есть, да, похоже, то есть, как Виешкан квода Шем, альгар Синай вейхасе Оанан. То есть, то есть покрывает облако, и так наполняется все просто Всевышний. Дальше, в главе Мешпатима, вемарек вода Шем, киэш охелет, бэро шагар ленейб на Исраиле. И ведение Всевышнего, пожирающий огонь на голове горы, перед глазами народа Зарая. И здесь, вээштия лейлабо ленейколь бейт Исраэль. То есть, и огонь был там, то есть, ночью, на глазах всего народа Израиля. Это про Мешкан. Сказано в Пикудей. Интересно, что есть по поводу, очень похоже на гору Синай, описание огня, который спускается в главе Шмини, когда идет, то есть, Милуим, когда идет семь дней посвящения храма в главе книги Майкра, и на седьмой-восьмой день, когда идет служение Агарон, кстати, когда погибает на Давы-Абиву, как спускается там тоже очень огонь, то пожирающий. То есть, это то же самое похоже на то, что происходит на горе Синай. Мы это видим. Там сказано так. Появилось великолепие Всевышнего перед народом, и спустился огонь перед Господом, и пожрал однепалимую жертву на жертвенники, и так далее, и так далее, и испугался весь народ, и упали на свои лица. То есть, в принципе, явно, если похожесть между Мишканом, кстати, не зря Рамбан очень сильно показывает, кстати, это с Пуражей Рамбан, Рамбан считает, что Мишкан, он нужен для чего? Для того, чтобы постоянно повторять Агаронсинайское откровение внутри. Не зря мы видим это. Это видим в стихах постоянно. Есть параллель между Мишканом и горой Синай. Очень сильная. Особенно в проявлении строительства самого Мишкана и его утвари. В принципе, уже в самом начале описано, что есть связь между ними в самом начале главы Трумы. То есть, да, и построить в них святилища, буду говорить среди них, как все, что я показываю тебе. Правда, в этом стихе по-настоящему мы не видим, то есть, явного проявления Мишкана и горой Синай, но мы это видим очень сильно в течение главы Трумы и потом главы Тицаве. Мы видим, смотрите, он говорит, допустим, по поводу окончания описания Кле-Мишкан, то есть, да, утвари храма, то есть, убранство, то есть, Мишкан сказано. Давайте лучше откроем на русском языке переводить, потому что я, может, плохо перевожу. Я точно плохо перевожу. У меня иногда русских слов не хватает, но иногда переводчики плохо переводят тоже. Я открою сейчас назад, это еще глава Трума, то есть, да, это звучит, смотри же, сделай их по образу, какой тебе показал на горе. Смотрите, еще одно место. Конец описания Мишкана, это еще до сих пор глава Трума посреди нее. Мы видим тоже снова интересную фразу, в которой звучит так. И поставь скиню по уставу, который тебе указан было на горе. То есть, снова включается, сюда входит Гарснай, Раэ, то есть, Ираэ, корень Рэйш Алиф Гэй, возвращается постоянно, то есть, видеть, увидеть, как я показал и так далее. И следующее, в конце описания утвари, то есть, это конец главы Трума, утвари, то что называется, в двора, сказано следующее. Полным внутри, дощатым сделай его, как показано тебе, на горе пусть сделай. То есть, гора повторяется постоянно. И действительно, комментаторы очень сильно обратили внимание, что есть тут очень интересно использовано слово Рээ. То есть, увидеть, узрей, как я показал и так далее. Если, кстати, тут очень интересно, если Всевышний показывает ему сам, то есть, да, потому что там фраза, наявить, звучит очень странно. Смотрите, фраза говорит, Гере отха бехар. То есть, да, Вегере та бехар. Маре, ата маре бехар. То есть, обращайте к горе, вроде Моше Рабейну, что Моше показывает на горе. Моше показал на горе. И показано было на горе. То есть, переводчик переводит, что Всевышний показывает. Это, конечно, красиво и замечательно. То есть, если Всевышний показывает, почему не написать нормальным языком, что Всевышний показывает. Потому что язык очень странный. Описание идет того, что не Всевышний показывает, а Моше показывает. О чем идет речь? Допустим, есть несколько комментариев по этому поводу. Мы попробуем сфорну. Сфорну говорит очень интересную вещь. Сфорну говорит, То есть, да, я обитаю, буду среди них, как все, что показываю тебе. То есть, я, внимание, буду обитать среди них, принимать их молитвы, их служения, точно так же, как я показываю тебе мое присутствие, мою шхину на горе. То есть, Всевышний не показывает искусственные вещи, искусственные видения и так далее, какие-то искусственные предметы, искусственные очертания храма Всевышнего. Нет. Он ожидает от Муше Робейну, что Робейну, скажем так, повторит абсолютно естественным путем то, что происходит на горе Синай. То есть, как происходит проявление, раскрытие и обитание шхины, то есть, присутствие Всевышнего на горе Синай, точно так же Муше Робейну реализует и покажет, и сделает это внутри мешкана, там на земле, то, что называется. И так действительно говорит Гмара, Гмара в трактате Минаход, который говорит, То есть, спустился ковчег в виде огня, огонь в огне, и Минура в огне и так далее, и показали Муше работу, сделал как они. То есть, он видел в духовных мирах, как раскрывается, как появляется, как идет присутствие и раскрытие шхины. Вожезло присутствие, так же он делает это с мешканом на земле. Это то, что он сделает. Таким образом, что у нас приходит очень интересно. То есть, в чем идея? Идея очень важная и главная. Дело в том, что когда человек строит святилище Богу, место, где будет обидать шхина, то есть, скажем так, божественный храм, есть огромная опасность. В чем огромная опасность? Опасность в том, что человек по-настоящему не знает, как это строить. И с одной стороны, Всевышний требует от нас проявления инициативы, чтобы мы построили мешкан, чтобы мы взяли труму, чтобы мы сделали это, чтобы человеческое действие было. Но с другой стороны, говорит Всевышний что-то другое. Он говорит, что своим строительством, строитель храма, он всего лишь делает, то, что называется, не знаю, как бы трубу. То есть, он делает только подготовку, то, что называется, посудина, которая примет. То есть, его влияние, его вложение весьма символическое, не более того. То есть, по-настоящему не человек должен придумать и сделать и так далее этот храм. То есть, он должен сделать, но не он будет решать, как храм будет выглядеть и как он должен быть сделан. Поэтому мешкан храм будет строить по божественному программе, то есть, по божественному. Архитектор и дизайнер внутренний Всевышний. И он тот говорит, как будет должно выглядеть, вот так или вот так, или вот так, а не как ты решишь. И для того, чтобы это построить, нужен человек, который рох и рук им шибо. То есть, нужен человек, которому божественный дух. Поэтому бицелелис брейрается и так далее. То есть, в принципе, что это говорит? Это говорит, что невозможно и не должно быть, что храм Бога, то есть, место, где будет раскрываться Всевышний, будет являться реализацией человеческих личных чувств чувств, качеств, желаний и чаяния. То есть, человек, он строит его, но он строит только, как Бог решает. Это не будет проявлением того, как я это вижу. То есть, да, я художник, я так вижу. Человек должен принять, когда он строит святилище для Всевышнего, хочет, чтобы присутствие Всевышнего было, он должен строить по тому плану и по тем, то есть, скажем так, приказам, и включая все частности, который сказал Бог. То есть, не он будет, человек, решать, как будет выглядеть место обитания Всевышнего и таким образом подстраивать и это делать по своему характеру. Нет. Он получит от Всевышнего, как должно выглядеть и приложит силы это реализовать. Это с точки зрения аспект, который раскрывается в вопросе Мишкан-Вакилав. То есть, да, сам Мишкан и его атрибуты. То есть, ты человек, то есть, чтобы Бог появился в том здании, которое ты строишь и так далее, не ты это решаешь и в здании Всевышнего, место обитания Всевышнего не по твоему плану работает, а по плану Всевышнего, то есть, в принципе, это небесное полностью проект. Ты только подрядчика должен построить, сделать по тому, как Всевышний сказал. Ты не имеешь права даже болтик там изменить. Это с одной стороны. С другой стороны, возвращаемся к нашей главе, до сих пор был в предыдущей главе, в Трума, в Мишпатим и так далее. Идем в нашу главу. В главе ТЦВ. В главе ТЦВ она описывает еще одну важную вещь. Важную вещь, которая не описана в аспекте горы Синай, которая из Мишкани, а именно коины и их служение в храме. Дело в том, что важность коинов и в чем их важность, и в чем их задача и так далее, построена и, скажем так, понимается от того, как начинается разговор о них, о них самих, об их посвящении, об их одежде и так далее. И тем, чем это закранчивается. Дело в том, что большая часть конечно нашей главы занимается коинской одеждой, то есть бигдейки гуна. Это 28-я голова, она в большинстве занимается бигдейки гуна. И, естественно, посвящению коинов это 29-я глава. Но дело в том, что очень интересная вещь. Голова начинается с зажигания свечей, то есть, да, менуры и заканчивается курбантомит ежедневным жертвоприношением. Смотрите, откроем нашу голову, прочитаем. Есть вещи, которые очень интересны. Эти две части, они параллельны друг к другу. Допустим, смотрите, то есть, что написано про зажжение свечей. Сказано следующее. Ты же велись нам, Израиль, чтобы они доставили тебе ели чисто, выбитые из масла до свечения, чтобы зажигать лампады постоянно. Ле а лот нер гатамид. Постоянная огонь. Шатре собрания вне завесы, которую перед Ковчегом откровения доустроит его арон и ставь его дверь от вечера до утра перед Господом это устав вечность поколения их от сынов Израиля. То есть, смотрите, теперь смотрите, что мы откроем конец нашей главы, точнее, не конец, а 29-го, почти конец, когда обсуждается одежда койнов, там очень похоже по поводу курбан-тамид, то есть, жертвопродношение ежедневное. Там звучит следующим образом. Там сказано вот так, то есть, да, и вот, что будешь ты привезли на жертвенки двух ягнят однолетних на день постоянно. Одного ягненка приноси поутру, другого ягненка приноси в сумерки. Это все сожжение постоянное в роды ваших входа в шатер соборных перед Господом, где будут являться вам, чтобы говорить с тобою там. То бишь, у нас есть, еще раз поддумаю на еврейский, что было звучит, шэмэнзах, леалот нэр тамид, постоянный огонь, и с другой стороны, квасимб нэйшана шнаем льон тамид, то есть, ягнят, то есть, двое годовалых, каждый, постоянно, и так же, то есть, сказано вечера до утра, и здесь сказано и хат бабокер в хат бен арбайн, то есть, один утром, один вечером. Что мы здесь видим? Основная вещь служения коэна, это авудат тамидит, постоянная работа, утро, вечер, вечер, утро, в поколение, на постоянно, и она делается лефне гашем, перед Господом. Зачем? В чем смысл этого служения? Зачем смысл этого работы, постоянной? Это описано в конце нашей главы, когда описывается курбан тамид, то есть, да, в последнее, в последнее, улад тамид льудоротыхем, петах ойл муэд, лекне Ашем, ашер ивайд лакем шама, ледабер и лекха шам, нועдит и шам левны Исраэль, вениткадэш беквуди. Шния, сейчас, вот, это, и будут, это сожжение постоянно в роды ваших у входа в шатер перед Господом, где буду являться вам, чтобы говорить с тобою там, и буду открываться сынам Израиля на том месте, оно светится славой моей. То бишь, мешкан должен быть посредником между народом и его Богом, между Всевышним и народом Израиля. оттуда будут выходить его постановления, законы и так далее, и так далее. Но это не может быть неживое место. Это не может быть, вот стоит святилище и все. То есть, да, и там Всевышний раскрывается, приходит, слушает, типа, такая вот тайная встреча, такая вот, не знаю, тайная, мистическое действие, то Всевышний раскрывается и говорит, нет, это должно быть место, в котором постоянно идет и кипит жизнь, в котором постоянно что-то происходит. Постоянно, утром и вечером. То есть, тогда там находится шхина постоянно, то есть, из поколения в поколение, то есть, уламим, то есть, лолмей ад. То есть, в принципе, шхина, как место, которое является местом изречения разговора Всевышнего с народом Израиля, должно быть то, чтобы там был постоянно народ Израиля, Постоянно было служение от народа Израиля. И для этого убираются коины, чтобы они делали это действие. Постоянно от имени народа Израиля. Таким образом, у нас получается очень интересная вещь. Раскрытие шхины, то есть на горе Синай, а потом в Мешкан, спускание, его источник, естественно, сверху. Это идет сверху. У этого проявления, естественно, есть физическое, то есть место, в котором проявляется, то есть даже там есть утварь, то есть это проявление заходит в дом, который построен, этот шатер соборный и так далее, потом храм, который стоит в Иерусалиме. И там даже есть ковчег, то есть есть шкаф, то есть есть светильник, есть стол, есть жертвенник и так далее, так далее. То есть все утром, то, что идет с неба, спускается на землю, есть вся утварь. Но все это хорошо и замечательно, но в этой системе нету человеческого фактора. То есть в этой системе нету человека, служащего человека. Таким образом, сам Мешкан, как таковое со всем его убранством, является как бы отражением божественного раскрытия небесного, которое появляется в этом мире. Но нужен еще Мешкан человеческий. Это отражение божественного, внеземного, Мешкан, то, что в нем есть, то есть утварь и так далее. Но в нем должен быть еще святилище человеческое, соединение, то есть Бог есть, с неба, то есть спустилось, но нужно еще соединение снизу, соединение с народом Израиля. Для того, чтобы шахина там находилась, то должно быть раскрытие человека там внутри. Таким образом, служение коэнов превращает место в место там, где есть человек, там, где соединяются с человеческим миром. Там их служение превращает это место в место, где идет жизнь, где бурлит жизнь, где что-то постоянно происходит. Там есть человек. И тогда это превращается в место достойное и нужное для раскрытия шахины, для того, чтобы быть на связи с народом Израиля. Отсюда мы перебегаем, то, что называется, к нашему времени. То есть что у нас получилось, если я подведу сначала итог? У нас, по нашему итогу, получается, как проявляется присутствие Всевышнего, присутствие шхены в разных его аспектах в главах, которые занимаются мешканом. С одной стороны, фундамент здания и так далее, которые берутся полностью от божественного раскрытия. Полностью, полностью четкое, очень-очень педантичное описание каждого крючочка, каждого колечка и так далее, для того, чтобы у человека даже в голову не пришло, что он может сделать и построить что-то, какое-то святилище Богу, по тому, как ему кажется или ему больше нравится. Ничего. Даже последний крючочек будет объяснен с неба. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы раскрывалось то, что называется человеческий аспект, нужно очень важно, чтобы человеческий аспект, чтобы было соединение с человеческим миром и так далее, нужно было, чтобы в храме была жизнь, чтобы это был дом, обитающий дом, а не пустой. Для этого там нужны койны, которые будут постоянно зажигать свечи, зажигать жертвоприношения и так далее, и так далее. Для этого они были избраны, для того, чтобы быть освящены Всевышним для этой работы. Они должны, то, что называется, если храм и так далее повторяет гору Сина и проявление Всевышнего раскрытия, то койны символизируют его присутствие и нахождение в этом доме и, то, что называется, распространение, присутствие Всевышнего в человеческих рамках и пониманиях. Это то, что делают койны. И отсюда вот эта вот двойная, скажем, идея, которая скрывается в главе Трума и Китсаве у нас, это, в принципе, учит любого служения человеком. Есть огромная-огромная важность, чтобы жизнь была наполнена постоянно, то есть еврейской. Очень огромная важность, чтобы у человека, служащему Всевышнему, было то, что называется идентичность с торой, личная, личная идентичность, то есть личное ощущение, то есть связи с торой, заповеди и так далее, и так далее. Но исполнение их должно быть проявлением и выражением принятия власти Всевышнего, а не так, как мне хочется. С одной стороны, должен быть человеческий аспект, когда человек понимает заповедь, принимает заповедь, проникается в заповедь, наполняет их смыслами и так далее, учит, углубляется и так далее, но с другой стороны, не придумывает от себя. С другой стороны, у него стоит в источнике то, что есть несменная тора, то, что ты делаешь не то, что тебе кажется правильным, а то, что должно быть, то, что сказано с небес, то, что идет к небесным источникам. Это я всегда называю галаха, то есть галаха как раз делает все эти вещи, соединяет. Галаха, она соединяет, галаха это те принципы божественные, которые он заложил в торе и в заповедях Всевышнего. Он таким образом при встрече с нашей реальностью, по этим принципам неизменным, божественным, которые изменить нельзя, которые ты не можешь говорить, а мне, я вот здесь, мне это нравится, а здесь это не нравится. Здесь я больше чувствую, что это митхабер, то есть, знаете, сегодня такая фраза, наивите очень любится, я к этому более чувствую тягу или более, мне кажется, это правильным, более моим, то, что называется, а вот это менее. Нет, так это не работает. Первое, первично, это богобоязненность. Принятие того, что раскрытие Всевышнего идет с неба, потому как хочет Всевышний, а не как хочешь ты. Потому как кажется Всевышним, не кажется, как видится Всевышний, а не как кажется тебе. Оттуда ты это принимаешь, и ты понимаешь, что это базис всего, и оттуда начинаешь смотреть на реальность, и реализируешь, чтобы божественное присутствие, божественное влияние распространялось в мире по тем вещам, потому что если оно останется на уровне божественным, то оно в мир не войдет, оно будет оторвано от мира, потому что нужно и участие человека на постоянной основе, когда он реализует это в мир и делает это, то, что называется, человеческим аспектом, вносит его туда. То есть соединение неба и земли. То, что работает, кстати, в принципе, задача человека изначально с его создания. Человек создан из, с одной стороны, из материального, прах земной, и с другой стороны, человек создан из божественного, нишмат апав, то есть, да, то есть, что называется, божественный дух, который в него внес от Бога. Человек не может изменить дух. Человек может только заниматься материей, но только соединив две вещи, небо и землю, дух и материю, это так реализуется действительно задача человека. Но для этого он не может изменять дух и придумать с себя закон. Он должен служить. То есть, простыми словами сказать, человек должен принимать божественные законы, служить даже через не хочу, даже через не могу и так далее, даже мне это не нравится, я не чувствую связанность с этим, это не мое. С другой стороны, принимать это так и находить и раскрывать, как это станет, да, твоим. Как это станет твоим на постоянной основе. Как ты будешь, это внесется в твою жизненное русло на постоянной основе и станет тоже как коины, то есть, да, которые приносили жертвоприношения утром и вечером, вечером и утром. Кстати, это основная работа человека в рутине раскрывать Всевышнего. И тогда он повторяет Синайское откровение постоянно. Таким образом, даже когда нет храма, в реале сегодня человек может реализовать храм, как минимум, то же называется, в своем, внутри своей души или вокруг себя. Раскрытие Всевышнего в этом мире. И чтобы у нас это бы из Раташем получилось, чтобы мы этого удостоились. Стоп, на этом я сегодняшний урок заканчиваю. Надеюсь, что вам было интересно. Кстати, знаете, то есть можно сказать, то есть это одна из вещей, если уже Саббат Захор, борьба с Амалеком и так далее. Амалек – это, в принципе, антитеза божественного проявления. То есть только жизнь этого мира, только жизнь по правилам этой природы. Ни в каком случае не дать божественному проникнуть в этот мир, не дать соединиться ему, не дать божественному что-то делать в человеческом мире и влиять на этот мир. И, в принципе, борьба с Амалеком – это как раз слушаться Всевышнего, принимать его слова, принимать его царство и реализовать в этом мире. Это и есть борьба с Амалеком. Ибхат Ашемш, у нас тоже это удалось. То есть, скажем так, этим я выполнил заповедь, называется «И упомянуть Шаббат Захор». То есть по поводу Амалека. То, на этом теперь я точно заканчиваю. То, что слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. На этом моменте я запись выключаю. Субтитры создавал DimaTorzok